Дагестанские больницы получили еще один из реанимобилей на базе «Газели Некст». Минздрав Республики передал их руководителям районных и городских медицинских учреждений. Отметим, за последние месяцы Республика получила 57 единиц санитарного автотранспорта. 30 из них – кареты скорой помощи класса «С», закупленные Минпромторгом России. Еще 27 автомобилей закупил региональный Минздрав. Реанимобили укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи как на дому, так и по пути в больницу. Районные и городские больницы, в составе которых отделение и станция скорой помощи, очень нуждались в таких марках автомобилей. Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, как народы говорят, реанимации на колесах. По всему Дагестану проводится регулярная дезинфекция мечети. На этот раз сотрудники администрации Махачкалы провели санитарную обработку центральной мечети столицы. Специальным раствором опрыскали двери, рамы, помещения, комнаты для омывения и детскую площадку. Моторасплителями мы обрабатываем абсолютно безопасным раствором. Хлоросодержащий раствор очень мягкий, безопасный для кожи. Можно не бояться даже, если вдохнешь. Обработали контактные поверхности. Самое главное. Мероприятия по дезинфекции мечети будут проводиться вплоть до их открытия. А вот когда официально разрешат верующим посещать храмы в республике, пока неизвестно. Возможно, уже на следующей неделе. Уфтия Дагестана ранее сообщал, что готов открыть мечети, как только получит положительный ответ от Роспотребнадзора. Каир Бабаев утвержден в должности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы. Приказ подписан главой Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым. Назначение состоялось после согласования его кандидатуры с полномочным представителем президента страны в Северокавказском федеральном округе. Каир Бабаев был назначен в Рио руководителя дагестанского УФАС в 2018 году после задержания предыдущего главы Курбана Кубасаева. До этого Бабаев занимал должность замруководителя Карачаева-Черкесского управления Федеральной антимонопольной службы. В Махачкале продолжаются работы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Накануне с ходом реконструкции дорожного полотна на столичных улицах ознакомился первый вице-премьер Республики Гаджимагомед Гусейнов. Что уже сделано, расскажет Зумруд Гамидова. В ходе рабочей поездки делегация, в которую вошел и министр транспорта Республики, осмотрела несколько улиц Махачкалы. Работы на объектах ведутся ежедневно, несмотря на непростую обстановку в регионе. Полным ходом идет расширение улиц и замена бордюров. Заключительным этапом станет укладка асфальта. По мнению вице-премьера, главное – это качество. Для нас это реально шанс. У нас будет подход не местечковый, если мы не кочевники, если мы понимаем, что это наш город. Мы даже здесь живем, наши дети здесь живут. Дорожники немного отстают от графиков. Основная причина заключается в том, что водоканал не успевает провести предварительные работы на объектах. Гусейнов отметил, что необходима слаженная работа органов власти и подрядчиков. Для того, чтобы все обеспечить срок, это должны быть и правильная, и слаженная работа органов государственной власти, и муниципальной власти, подрядчиков. Это общая работа. Но мы ставим себе задачу пока до 1 октября, потому что знаем, что все-таки мы предполагаем, во-первых, Бог располагает. Есть, бывают нюансы, бывает и в ремонтных, в строительных работах бывают нюансы. Поэтому изначально мы закладываемся на октябрь месяц. Всего в этом году на ремонт улиц столицы республики выделено 680 миллионов рублей из федерального бюджета. Реализация данного проекта будет проходить до 2024 года. Это 85 улиц города. Это дало нам возможность ежегодно получить на дороге города порядка 680 миллионов рублей. Ежегодно город получает. Это будет до 2024 года. И наша задача сейчас использовать этот шанс максимально эффективно. То есть мы должны ежегодно, мы приводим в порядок порядка 85 улиц в городе. Напомним, что всего в этом году планируется ремонт более чем 80 километров автодорог регионального значения и уличнодорожной сети. Всего в программе 85 улиц. Замрут Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Поддержка, помощь и внимание. Как много смысла заложено в этих словах и как важно ощущать их проявления в жизни, видя заботу родных и близких. К сожалению, в наше время нередко можно встретить и тех, кто в одиночестве подошел к преклонному возрасту. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, пожилые люди вынуждены обращаться в социальную службу. Сегодня день социального работника. Это праздник людей, которые первыми принимают на себя тяготы людских проблем и находят в себе силы и время, чтобы помочь их решить, превратив доброе дело в профессию. Продолжит Алина Багилова. Работник социальной службы Шахруза Адбертинаев одна из немногих, кто часто посещает дома одиноких пенсионеров, нуждающихся в особом внимании. У Хабсата на частый гость. Приходят 2-3 раза в неделю. Постоянно бывают с ней на связи. Дети и внуки женщину навещают, но у каждого свои повседневные дела и заботы. А муж умер молодым, поэтому социальный работник для бабушки Хабсат почти как член семьи. И продукты принесет, и про здоровье спросит, и чай выпьет. С удовольствием побеседует и выслушает. Каждый из них есть свои болячки, есть свои проблемы. Конечно, когда приходим, мы стараемся как-то морально их поддержать. Стараемся делать так, чтобы им было более комфортно с нами. Работать в социальную службу Шахруза Адбертина пришла 4 года назад. Всего она обслуживает 12 подопечных. И каждому надо что-то купить, оплатить, помочь поменять лампочку, сделать уборку, приготовить, кушать. К тому же для большинства из них она практически единственный собеседник. Пилососит, вытирает поле. Когда что нужно, она в магазине покупает мне. Она хорошая, очень хорошая, я довольная очень. Она всегда приходит, всегда помогает. Я довольная очень. Спасибо государству, что такие люди дают ухаживать за старушками. У каждого из них своя проблема, своя боль. Зачастую приходится делать и для стариковой то, что не входит в так называемый перечень услуг. Главное иметь доброе сердце и способность сострадать. Она и стихи может сочинять. Серьезно? Говорить, петь, да. У нее есть такие таланты. Вот, кстати. Очень любит чистоту. Бабушка делится, что скучать не приходится. Хапсат в свободное время и книги читает, и даже и стихи пишет на своем родном языке. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова